С 1 января 2020 года в стране ввели ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Это пособие помогло многим молодым родителям преодолеть материальные проблемы. 1 апреля текущего года утвержден новый порядок выплаты детских пособий. Какие изменения ждут граждан? Кто может претендовать на выплату? На эти вопросы нам ответила заместитель директора филиала Центр труда и социальной защиты населения по Кашхабрскому району Анжела Карданова. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно установлена указом президента Российской Федерации в марте 2020 года. И выплачивается этот вид социального пособия с 1 января 2020 года. Первые заявления мы стали принимать после 22 мая 2020 года. Все граждане, которые обратились в течение 2020 года и имели право на эту выплату, они все получили выплату начиная с 1 января. То есть мы им доплатили за весь год. Размер выплаты, обратившихся в 2020 году, составил половину прожиточного минимума, установленного за второй квартал года, предшествующего дате назначения. В том году, кто обратился, размер выплаты составил 4799 рублей 50 копеек на каждого ребенка. Срок назначения там зависел от даты обращения. То есть от даты обращения мы назад возвращали с 1 января, и год 12 месяцев считалось от даты обращения. То есть если гражданин обратился в июне 2020 года, у него срок выплаты по июнь 2021 года. Условиями на тот момент, основное условие это было, семья должна была быть малоимущей, то есть доход ниже прожиточного минимума устанавливался. И второе условие, совместное проживание заявителя и ребенка по одному адресу. На учете в филиале на тот момент за 2020 год у нас получило около полутора тысяч человек в семье получили данный вид помощи. С 1 апреля 2021 года внесены указом также президента Российской Федерации изменения в данное положение и, если так можно сказать, более ужесточили закон. Теперь много условий учитывается. Конечно, обязательно средний душевой доход ниже прожиточного минимума, то есть малоимущая семья это первое условие основное. Второе условие так называемый нулевой доход, что подразумевается под нулевым доходом. Если трудоспособные члены семьи, это папа, мама или ребенок до 23 лет в состав семьи входит, не имеют официального дохода, то данной семье мы будем отказывать в соответствии с законодательством. Но там тоже есть исключения, которые... допустимость отсутствия дохода. Если кто-то из родителей по уходу за ребенком до 3 лет, то есть у него дохода не было, это допустимость. Если кто-то из трудоспособных членов семьи осуществлял уход за ребенком инвалидом, за пенсионерами старше 80 лет через пенсионный фонд, вот 1200 рублей, которые получают, у них допустимость отсутствия дохода. Потом еще условие, если родители являются единственным кормильцем в семье. То есть физическое отсутствие второго родителя. Что подразумевается под этим? Это одинокая мама, то есть папы нету и неполная семья, если папа, ну кто-то из родителей умер. Если семья в разводе, то здесь у мамы все равно должен быть доход. Как бы в такое условие. Еще у нас такое ограничение ввели, наличие имущества учитывается. Если семья, то есть заявитель и члены семьи имеют более двух транспортных средств, если имеют в собственности жилое помещение, если это квартира, то там допустимость 20 квадратных метров. Если это жилой дом, там допустимость 40 квадратных метров на одного члена семьи. Но это пока, я говорю, данные, которые в федеральном законе учтены, на уровне республики еще нормативный акт не принят, там, может быть, немножко какие-то изменения будут внесены. То есть теперь будет учитываться и наличие дохода. Вот такие изменения произошли. По дате обращения. Если гражданин состоит на учете, получает выплату в размере 4799 рублей, он имеет право эту выплату получать до окончания срока. То есть до того срока, пока у него действует заявление. Он может обратиться сейчас. То есть мы ему пересчитаем и с 1 января доплатим, если он по новому закону имеет право. Если по новому закону права у него нету, он будет продолжать получать в старом размере до окончания срока заявления. Можно обратиться через госпортал, через многофункциональные центры предоставления услуг и непосредственно в управление. Заявление очень поменялось. Если вот кто-то из заявителей уже через портал подавал заявление, они увидели, что там очень много вопросов, вплоть до того, что отбывает ли наказание, имеет ли имущество. То есть заявление очень... Если раньше на одном листе было, сейчас 5 листов выходит заявление. Если гражданин отбывал в местах лишения свободы, то там и в течение трех месяцев после выхода тоже допустимость отсутствия дохода. Или гражданин подтверждает медицинскими документами длительность лечения более трех месяцев, если у него, то тоже как бы без дохода можно учитывать. Ну, такие основные изменения, которые произошли. Если брать по заявлениям, вот на сегодня, по состоянию на 5 апреля, или вот на утро 6 апреля, уже через госпортал к нам поступило 140 заявлений. Но хочется обратить внимание заявителей. Пожалуйста, если вы присылаете заявление, не надо 5-6 раз присылать заявление. У нас есть граждане, которые по 5-6 заявлений уже прислали в течение двух дней. Заявление будет рассматриваться одно. А у нас получается, чтобы обработать 5 заявлений одного заявителя, это тоже занимает, ну, время отвлекается. И мы из-за этого как бы вот небольшие задержки в назначениях происходят. Спасибо.